В нашем небольшом, ирония, уютном зале, актовый зал Московского вокзала всегда гостеприимно вас ждет на все мероприятия. Но сегодня, я очень рад, что вы собрались именно на вечер, посвященный творчеству Виктора Широли, который будет представлять Александр Джигид, Дван Старистский, всеми нами любимые. И, собственно говоря, я передаю вам слово, руководство вокзала знает, передает вам все свои поздравления. Он сегодня не сможет быть, так сказать, в силу, обстоятельств рабочего характера. Так что передаю вам слово. Экспресс наш трогайся, да? Да. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Конечно, Иван Янович не игрался в театр, а я нет. Поэтому все, что я предлагал, он отверг, в хорошем смысле этого слова, и был прав. Но кое-какую костюмированность все-таки я решил привнести, потому что, во-первых, мне идет фуражка. Пока сам себя не похвалишь, никто же не похвалит. Я знаю, что идет фуражка. Я в подобной фуражке ходил на параде и ничего, даже поворачивался через левое плечо. Относительно сегодняшнего вечера, хочу вам сказать, почему я так оделся, потому что, знаете, удивительно, всегда приходишь на московский вокзал с ощущением того, что ты куда-то поедешь. А тут, собственно, вот пришел. За то время, пока мы здесь с Иваном, уже можно было доехать полдороги до Москвы, наверное. Но мы до сих пор никуда не тронулись, потому что мы ждали вас. Без вас, но тронуться не могли. Поэтому предлагаю тронуться вместе. Вот первая шутка прошла. Дело все в том, что вообще потрясающая совершенно идея домашнего театра. Потрясающая. Я тут полночи нет, и, слава богу, я и спал. Вот просто проснулся в 5-х, и думаю, боже мой, какое счастье вообще выступать в домашнем театре. Понимаете, домашний театр – это замечательная, во-первых, традиция. Выходишь, приходишь домой, да, там у тебя сплошные эти самые крепостные, и в театре в твоем играет. Это первое, конечно. А вот, но когда мы отказались от крепостных, вообще идея не в плане того, что дом как театр, а в том, что театр как дом, или наоборот. Вот для меня всегда, в общем-то, дом был как театр, пока мои соседи не стали жаловаться в милицию, и я перестал практически музицировать дома. Потому что меня стали вызывать в милицию и уверять, что я играю по ночам. Я говорю, я не играю по ночам, я играю днями. Ну как же не играете? Вот у меня жалоба в 8 местах, что вы играете по ночам. Я говорю, почему я играю по ночам? Потому что у вас есть гитара. Я говорю, ну подождите, если у меня есть мебель, это же не значит, что я ее двигаю. Правда, действительно. В общем, 2,5 часа с участковым, конструктивно проведенные, тем не менее, понимаете, уже настроение не то. Поэтому пришлось выступать. Если бы не соседи, я даже в пору бы играл дома. И вот тут такая трансформация на этих домашних театров. Прекрасная идея, тем более, что с нашим героем так случилось в жизни, что я уже увиделся дома. То есть я был у него дома, и все наши встречи происходили у него дома. Поэтому вот при внесении дома Ширани сюда, в какой-то степени, конечно, нам не удастся это сделать по-настоящему. Но я бы хотел сейчас поблагодарить одного человека, сидящего в зале, и объясню, почему. Дело все в том, что здесь, тому, что я буду говорить, есть свидетели. Моя сестра, здесь присутствующая, Алла, участвовала там в одном мероприятии и приглашала на вечер Ширани. Слава Богу, Виктор Ейдаревич был жив. Это было буквально там, ну, пару лет тому назад. И она сказала, что вот будет вечер Виктора Ширани. Тогда вышла женщина, значит, которая занималась организацией этого вечера, и сказала, вот, мы вас всех предлагаем на вечер покойного поэта Виктора Ширани. И она говорит, как покойный? Подождите, он жив. Как он может быть жив? Я врач, я ему 15 лет назад выписывала инвалидность, у него были заболевания, совместимые с жизнью. А прошло 15 лет, Виктор... Так вот, я хочу поблагодарить Галю, благодаря которой Виктор был жив. Галочка, встань, пожалуйста, что это смотрит теперь? Это главное, собственно. Если бы не Галя, то я бы с Виктором не познакомился, и, соответственно, это не значит, чтобы я на него ничего не сочинил. Скорее всего, конечно, потому что пропустить Виктора совершенно невозможно. Если человек еще интересуется поэзией, он обязательно прочтет стихи Виктора Ширани. Другое дело, что мне удалось с ним познакомиться лично, и практически все песни, которые я спою сегодня, они прижизненные. И Виктор это слышал, и ему это нравилось. И меня это больше всего в свое время удивило, что такой крупный автор, настоящий живой классик, вообще обратил внимание на мое, так сказать, убогое творчество. Но это было давно. С тех пор прошло много лет. Мы познакомились в седьмом, соответственно, сейчас девятнадцатый или восьмом. Ну, в общем, больше десяти лет я готовил этот концерт. Но когда я попал сюда, в актовый зал Московского вокзала, и увидел вот антураж, красный антураж, я сразу вспомнил о красной книге «Женщины и другие путешествия», который, прозаический, который написал Виктор. И, конечно, подумал, что ничего лучше. Почему здесь? Потому что вот красная книжка, потому что Широли много раз ездил в Москву, и, как я понимаю, с Московского вокзала, а не с Витебского. И он обязательно был здесь, и мы признательны ему, что он подарил нам столько прекрасной поэзии. Я в своих концертах, конечно, не мог прочесть его стихи, поэтому я предложил Ивану Ивановичу Ставицкому составить мне компанию, и он согласился, и это будет что-то потрясающее, потому что все говорили, что лучше Широли никто его не читал. Но я надеюсь, что сегодня мы услышим прочтение от Ивана, которое не оставит вас равнодушными. Вот, собственно, это что касается концепции. Значит, наше выступление будет построено следующим образом. Иван читает, я пою. И 10 текстов прозаических кому-то достались в зале, там есть нумерация, мы будем вызывать по нумерам вас к микрофону, и чуть-чуть прозы, то есть песня, стихи, проза. Женщины и другие путешествия. А Иван Яныч начнет сейчас, по всей видимости, сейчас люди зайдут, сейчас люди заходите, вот, предлагаю выключить там мобильные телефоны, если они есть. Вот, я выключил, вроде бы как. Вот, таким образом, женщины и другие путешествия, Виктор Широли. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор Широли. Сад. Живу в саду, посередине сада, обширного, как полная свобода. И даже если где-то есть ограда, то я клянусь, искать ее не буду. Она еще спала, моя душа, когда, протиснувшись из шалаша в ночной подсвеченный луною сад, встав во весь рост в деревья в тесный ряд, расставив руки в стороны и вверх, на силуэты, походя от дерев. И стоило мне руки развести, как я почувствовал, что надо зацвести. Цветы разверзлись у меня в руках, белее, чем лица, когда выбелит их страх. И был так короток цветенье миг, что был их аромат пронзительней, чем крик. Я отцветал. Но ощущал, как далее, плоды завязывались у меня в ладонях. Тут я опомнился, что жить мне так нельзя, иная мне назначена стезя, между деревьев раздирая путь, прикрыв глаза, чтобы не потерять дыхание стиснув, чтобы не вздохнуть, забыв зачем, чтоб не вернуться вспять. Не шел, но падал головой вперед, расклинивая сад, цветущий вброд, и захлебнувшись в утренней росе, не выбрался, но выпал на шоссе, а грады не было. Шоссе текло вдоль сада. На противоположной стороне сад продолжался. Не было ограды, а значит, не было свободы мне. И я вступил назад со скоростью восхода. Я двинулся назад, где посредине сада она еще спала, моя душа на дне зеленого ночного шалаша. Сквозило солнце меж его ветвей, улыбчатое что-то снилось ей. Она жила от сада вдалеке, но с яблоком надкушенным в руке. В деревне Милютино, что Плюсского района, я жил. И, просыпаясь очень рано, с глазами не просохшими и в утренней росе, и лес в колхозный сад. А в том саду росли и яблони, и кружи. И деревьев этих, кроме свободные произрастали кони. Никто их не кормил и на ночь ног не путал за тем, что не было для них уже работы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. Вы знаете, ну буквально этот сад, он совершенно судьбоносный, потому что Ширали был директором музея, когда он строился, а мы с Лидой там работали, когда он уже работал в этот музей, в этом же саду. Здесь, собственно, мы и познакомились на сельскохозяйственных работах. Вот, то есть, Ширали был предтечей моей садовой деятельности, с одной стороны, а с другой стороны, он, конечно, является, собственно, главным режиссером сегодняшнего спектакля. Потому как это было в 2011 году, я ехал на машине, я помню, звонит Виктор Едарович, а у него голос такой уже был немножко сломавшийся после очередного инсульта, и он так, Саша, у меня будет вечер в музее Достоевского. Я говорю, хорошо. Саша, ты там будешь петь. Я говорю, хорошо. Саша, ты его будешь вести. Я говорю, хорошо, Саша, я не приду. Вот, собственно, и правда, и не пришел. Но, как я потом читал воспоминания, что это был не единственный раз, кто не приходил на свои вечера, он писал, собственно, известный факт, что он шел по Невскому проспекту на свой вечер, и на встречу ему шла отеля Силиани, который тоже шел на свой вечер. Они встретились, и оба пошли в кабак. И оба не пошли на свои вечера, которые пришли, прошли прекрасно эти вечера, без фигурантов, без них. То есть, любовь публики к авторам была огромна, поэтому их присутствие и отсутствие, что, собственно, и нас не должно смущать. Я спою сейчас вам почему первая вот эта песня и даже романс, потому что Виктор, когда я приходил, он просил меня его петь в начале. Саша спой декларативный романс. Обезьянка на реях моего корабля, Сонька светит шустрица, шустрица и ладно, Голодранец, Голландец, скелеты валят, поведут мой корабль этим морем посудным. Рудовозы и танкеры протираются сквозь, разрывая останки моего текелажа. Не заметят, и ладно, как самокую я гроздь виноградную винную перезрелую, но вяжут. Виноградную винную перезрелую, но вяжут. Нас и было немного, есть ли в нас смысл? Опостылила вечность, мы бьёмся о время, сквозь века посылая шифровкой в весос. Может быть, расшифруют, но всё одно не поверят. Соня, срежу я вон эту отменную гроздь, уберечь виноградник, дурёк, да не пробуй, но победа и порядки вместе, но брось. Дни, нажитые в плаванье станут изюмом. Дни, нажитые в плаванье станут изюмом. Обезьянка на рельх моего корабля. Сонька, светик, шустрица, шустрица, и ладно. Галадранец, голландец, скелеты валят, но ведут мой корабль этим морем посудом. АПЛОДИСМЕНТЫ Кому достался номер один? Юлия. Юлия Медведева. Да. Как, шутри? Я слышно? Ага, и видно. Всё, прямо так считать? Ага. Не, можем поговорить. Ну, вот, хорошо, и ладно. Я слышно. Я родился в День Победы, когда окончилась Великая Отечественная война. Поэтому меня назвали Виктор, что значит победитель. В 1945 году всех протившихся мальчиков называли Викторами, а девочек Викториями, от того, что все были рады победе над фашизмом. Жизнь моя началась сразу после войны и стала называться послевоенным детством. То, что у меня было трудное послевоенное детство, я узнала тогда, когда оно кончилось. А в детстве об этом не задумывался, потому что у меня был велосипед. Единственное во дворе, красный двухколесный велосипед, на котором катались все ребята со двора. Очень крепкий был велосипед, долго не ломался. А других игрушек не было, и витаминов не было. Очень много тогда не было, или было мало. За всякими товарами или продуктами выстраивались длинные очереди. И мне в моем детстве очень много приходилось стоять в очередях. А сейчас всего много, особенно игрушек. И теперь, когда я прихожу в универмаг, я сразу же иду в отдел механических игрушек, как будто хочу какую-нибудь из них купить. Но на самом деле мне просто хочется поиграть или попробовать в действии все эти заводные самолеты, автомобили и поезда. Я долго играю с ними, пока на меня не начинают сердиться продавцы. Тогда я ухожу. А у меня отец тоже родился в 1945 году. Ну, правда, это было не 9 мая, уже в августе, поэтому его назвали Евгением. Ну, трогательный историй в моем детстве тоже было много очередей. Так. Все очень жизненно. То, что он написал, это пилинг леди. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое, что вы делали. Я был подброшен родине блокадой. Едва отголодав, мать родила меня. Я сын и пасник, герой Ленинграда, но сам героем не был никогда. Я всяким был, надменным, скромным, дерзким. По осени я ворошил листву. Я родом из счастливейшего детства, где Сталин умер, обнажив весну. Родись я раньше, я погиб в 30-х, мне посчастливилось, который год подряд кричу о родине на родине распятой. Мой крест, твои каналы, Ленинград. Но дни кончаются. Я отхожу, как поезд, мельгнув последним ходовым огнем, сдав провожающим поруганную совесть, которая мне снится даже днем. удачно. 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 Да. Удачно. Удачно. Ну, хорошо. Значит я. Значит я тебе... А настанет пора отмолчаться, И умру я, покуда опять. Надо будет найтись и начаться, Наперёд, зная всё, что пропеть. Может быть, я слова позабуду, А, быть может, назначу не те, Но мелодию помню и буду Утверждать даже там в анимате. И начаться в место, где кончил, Доминует меня, прокрича. Но смертельнее, круче и свыше Так и ещё не умею сейчас. Может быть, я слова позабуду, А, быть может, назначу не те, Но мелодию помню и буду Утверждать даже там в анимате. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А кому достался второй текст? А пока он идёт к микрофону... Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, тебе я отказать, конечно, не могу. Но, в принципе, я хотел сказать, что пока он идёт... Вы даже не представляете, насколько Широли поучаствовал в режиссуре этого спектакля. Он как-то мне звонит, говорит, Саша, приезжай срочно, надо репетировать спектакль Моцарт и Сальери. Декорацию я придумал, стол, два стакана. Вот, собственно, как у нас. Вот, ты представляешь, ну ты режиссер, режиссер. Вот, декорация, всё, сто два стакана. Но дальше было самое интересное. Моцарта ты будешь играть, ты будешь, то есть я. А в Сальери будет играть моя первая жена, Алена, значит, с которой, вот, я не смог это поставить в 65-м году, поэтому вот я с 65-го года вынашивал эту идею с декорацией, да? Ну, и как вот спектакль. Тебе осталось только подготовиться, выучили реквиум на гитаре, и всё. Вот, ну, я говорю тебе дальше, ну, сложно сыграть реквиум Моцарта на гитаре, это не совсем гитарное произведение. Ну, конечно, не получилось, но, вы знаете, я потом уже анализировал и думал, что всё-таки он ждал смерти от женщины. Вот, поэтому, Галя, ты молодец, ты стак его протянула на долго. Вот, Алла. Моя бабушка работала кипятильщицей, было это очень давно, когда ещё не было права по отоплению газовых плит. И тогда рабочие люди забегали домой на обеденный перерыв, но для того, чтобы подогреть обед или сварить кашу, нужно было растапливать холодную чёрную печку, а это очень долго. Так они и уходили, не успев поесть и даже чаю выпить. И поэтому моя бабушка работала кипятильщицей. Она сидела у огромного, как водонапурная башня, закопчённого снизу кипятильника, и подбрасывала дрова в большой огонь под ним, чтобы всегда был горячий кипяток. И люди приходили к ней с бетонами, чайниками и ведрами, становились в очередь и брали кипяток. Лиц их не было видно за паром. А потом варили себе чай и геркулесовую кашу. Когда моя мама приходила с работы, она говорила, возьми чайник и сходи к бабушке за кипятком. И я брал большой, как я, чайник, и криво отражался в его медных, начищенных, как зеркало бокал. Весь мир в нём отражался. Вся улица и дома, и деревья вдоль тротуаров. И всё было жёлтым. А между деревьями шёл я. И мне казалось, что идёт осень. Спасибо. Всё-таки у нас неплохие делы с тобой, правда? Я не оправдаю. Мы рождены для жизни на земле. Для ощущения тяжести. Для страха остаться без земли. Без Родины, без праха. Хоть горстью земли быть преданным земле. Мы рождены. Я отходил к зиме. Ласкалась осень, о конце не зная. Вновь почки на деревьях назревали, но не успели. Грянула зима внезапными метелями. Морозом птицы бились осень. А в городе карнизы и кормушки, наполненные пищей и теплом. Лишь розовеют у любимой ушки, когда она с мороза входит в дом. Наряды зимние любви помеха. Любовь отягощает нас ядром. Все остальное чепуха ореха. Стихи о времени. Стареем не со временем, а от. Оно сквозь нас пронзительно течет. Мы ж движемся ему наперерез, Пока нас не проточит, не разъест. Стареем не со временем, а для него. Улыбкость их и взгляд, как камень в воду, Брошенный тобой в меня, как в реку, ставшую судьбой. Так вечно быть и не иметь предтечи, Не истекать, а неизбывно течи, Копить в себе и души и века, Как времени, как имени река. А кому достался номер три? Выходите пока к микрофону, Я сейчас что-нибудь скажу, Потом я спою, а потом вы уже прочтете. Но вы пока привыкнете к трибуне, Почувствуете себя там свободно, И будет нам всем от этого хорошо. Вань, вот насколько ты суеверен вообще? Не знаю. А вот я когда отправлял Виктору первые песни, Я сочинил четыре песни, И подумал, что очень нехорошо отправлять Четное количество песен. И решил дописать пятую. Задача решалась просто. Я открыл книжку. Романс «Чернеет дерева». Ну что, романс не спою, что ли? «Чернеет дерева». И когда я отправил ему все эти пять песен, Мы потом созвонились, Он сказал, да, мне понравилось. Особенно «Чернеет дерева». Понимаешь? То, что я вообще не потратил и времени, Никак ни сил, мне казалось. Вот над другими песнями я работал, А тут как-то само все получается. «Чернеет дерева». Чернеет дерева, Глаза мои осенние, Чернеют дерева, Души осенний вид. Чернеет дерева, Да не песчая пропели, Голубина карниз, Осенним днем прибит. Чернеет дерева, Да не песчая пропели, Голубина карниз, Осенним днем прибит. Прости меня, моя весенняя невеста, Как бы хотелось мне Женой тебя называть, Но надо ли тебе В душе осенний место, И стоит ли тебе Женой осенний стать? Но надо ли тебе В душе осенний место, И стоит ли тебе Женой осенний стать? Прости меня, моя весенняя природа, Чернеют дерева, в глазах осенний вид Дождь длится целый день Деревья входят в воду и голуби на карниз Осенним днем крепит Дождь длится целый день Деревья входят в воду и голуби на карниз Осенним днем крепит, чернеют дерева Глаза мои осенние, чернеют дерева Души осенний вид, чернеют дерева Дни певчие пропели и голуби на карниз Осенним днем крепит Я учился в школе на улице Маклина На самом верхнем девятом этаже В шестом В классе С окном во всю стену Точнее вся стена была стеклянная И не просто стеклянная, а сложенная причудливым узором С разноцветных стекол И когда в самый хмурый слякотный день Мне в дневник ставили самую глупую двойку Можно было посмотреть на город Сквозь оранжевое солнечное стекло И жить снова Становилось весело А в ясные дни Разноцветные солнечные пятна Проползали через весь класс по партам и по лицам И лица наши становились то красными То зелеными, то синими А иногда одно ухо еще оставалось красным А другое наливалось фиолетовым цветом Словно густо вымазанное чернилами Не скучно было учиться в таком классе Мы будто все время переползали через радугу Или радуга переползала через нас Весь день искал созвучий В трамвайном лязге В парковой тиши Все ждал, что кто-нибудь разучит Мелодию моей души К примеру, я подходил к милиционеру Просил в учтивой простоте Будьте любезны Посвистайте И он в свисток талантливый и сладко Искусство ради А не для порядка Свистал до утренней зари Свист выпадал осадком Нерастворимых р-ры Я ехал за город Вникал подробно В звучание струи в подойник Где накопление молока Глушило песню Что так звонка Первоначально Скажи мне Есть какой-то предмет Ты же служил в армии Я помню Я служил Не характерно для меня Но характерно для моей жизни Вот есть какой-то предмет О котором ты скучаешь Армейском Вот что-то Тебе не удалось оттуда забрать Или вот что-то ты Есть какой-то вот такой Это не предмет Это не предмет Я очень скучаю по друзьям Потому что Наверное Почти у всех так бывает Кому повезло с друзьями В армии Что самые Наверное Такие надежные И преданные Оттуда появляются И их много Мы можем годами не видеться Там Или кого-то не видел Чуть ли не 20 лет уже Если не больше А встречаемся Такое ощущение Что расстались вчера Я не знаю Как так получается Мы расстались вчера Вот те шутки Которые мы шутили Друг с другом Тогда Они и сейчас такие Рассказывал вот так Абсолютно Да Ты знаешь К сожалению А Бредмит Не знаю К сожалению Я близко общался С несколькими людьми Их потерял Пока Кое-как Кто нашелся Вот видите Макаров здесь Он присутствует А вот Это с тем С кем я служил В Ленинграде И вообще Наша идея Широли Ленинград Широли Санкт-Петербург То есть Поэтому этот плакат Черно-белый А этот цветной И Служил я В армии Это тоже был Ленинград Но есть действительно Предмет О котором я немножко Скучаю Я скучаю Одному предмету Я вспомнил Да Сейчас Извини Пожалуйста Мы служили Мы же ни о чем Не договаривались Это же абсолютно Мы служили На Зимней Канадке Домашем театре С братом Рядом с Эрмитажем И когда в Эрмитаж Приезжала новая выставка То нас Солдат Значит Воинов Мотострелков Звали на погрузку Разгрузку этих выставок И значит Звали нас ночью Когда не было кублики Мы приходили в ночной Эрмитаж Это сейчас кажется Не может ночь музеев прожить Да А там были только мы И пара служителей Нам выдавали такие Прокатились На вот этой штуке Я не знаю как она называется Это погрузчик такой Вот по этому погрузчику я скучаю И больше удовольствия Жизнь я не искал У меня более скромные воспоминания Предмет который я скучаю Дело все в том Что я дембилизовался весной Поэтому я был в летней форме А скучаю я по офицерской зимней шинели Ну вот шинели здесь нет Но шапка зимняя тут есть Вот И совершенно другой коринкор Понимаете Все таки надо одеваться По погоде И по времени года Сейчас все таки Холодно достаточно А кому достался четвертый номер? Текст у кого четвертый номер? Ага Выходи Я пока Спою А то ли нынче Понедельник А то ли день иной какой То ли мы с тобою пели То ли плакал я с другой А то ли было То ли вроде А может вовсе Ни к чему Может где-то Рядом Вроде Только сразу Не пойму И опять Кричу И плачу И хочу Говорить Что живу я На удачу Лишь с тобой Счастливым быть А то ли нынче Понедельник А то ли день иной какой То ли мы с тобою пели То ли плакал я с другой Прогуливать нехорошо Очень плохо прогуливать Особенно плохо прогуливать Зимой, когда холодно Можно, конечно, пойти в кино Мама дает 30 копеек на завтра Билет на дневной сеанс Стоит 25 копеек Можно пойти на 10 часов утра Но что делать после 12 Холодно и стыдно Стыдно чувствовать себя прогульщиком Это почти так же стыдно Как быть тунеядцем Надо как-то отвлекаться В музей можно пойти Ленинград Город музеев и трех революций В Армитаж, например Можно пойти Эрмитаж, сокровищница мирового искусства Это один из крупнейших музеев мира Протяженность его коридоров Составляет 10 тысяч метров А количество залов и комнат Гули тысячи И даже если прогуливать Все 10 лет школьной жизни То и тогда не осмотреть полностью Всех его картин И других разностей Редкостей и археологических находок Которые в нем выставлены Жазовая композиция Саксофон Похожий на безгрудную сирену Какая же сирена без грудей Но голоса его мы знаем цену Но мало голоса Чтобы приличать людей В том и беда Высокого искусства Начнем мелодию В зевотной тишине Где зевы Сквозь ладонь Просвечивают ало И так начнем Закружит в вышине Мелодия Как птичий крик Корява Черна Словно воронье крыло Когда они сбиваются над полем И жрут колосьев Срезанных зерно Глаза свои Мы в этих зернах помним У саксофониста Застыли пальцы Он греет их Под мышки Заложив Они белы как мел Пиджак ему Испачкали Греть руки Над костром Прижав к огню ладони Глядеть в него Взгляд Медленно утонет В окне задумчивом И вдруг Слепая ночь Как крышка Запыленного рояля Куда мы отражение Не роняем Дай Господи мне Такие руки Чтоб высекать Осколочные звуки Как жеребец На клавиши Рояля Копыта Легкие и быстрые Роняем И то что он Похож на лошадиный Зад Который высвечен Огнем Нетвердым И знать Что не один Что дали В тьме ночной Есть Круп Хребет Кобылья Морда Стекающая Травяной Слюной И поутру На берегу пруда Сойти В него Тепло Из ног Засасывает Глина Руками Развести Пух Тополиной В воде Ночной Отобразится Солнце Сто крат Размноженно В глазах Ребя И прозвучит Пронзительно И чисто И радостно Как светлая Труба В губах Губастого Как ржанье Лошади Джазиста После такого Хорошего прочтения Хочется напомнить Что мы тут придумали Вот такую коробочку Как бы Вот она тут такая Цветастая За кафедрой Стоит Вообще Ну что такое Донейшн Я вам сейчас расскажу Я пришел к Галле Мы готовились К очередной презентации Какой-то Ну То ли простейшие Ну в общем Книги То ли сопротивление То ли простейшие слова Я не помню Уже Посмертные книги Вот И был Галя была с внуком Значит Соответственно А я был с гитарой Что тоже характерно Галя с внуком Я с гитарой Не наоборот И Маленькому Вите Стало интересно И я Стал играть Я сыграл Какое-то произведение Он Подошел К своему пиджаку Достал мелочь И положил мне ее на стол Вот когда вы будете Класть туда бумажку Вспомните Как надо правильно Воспитывать детей А кому достался номер Какой там Пятый Пятый Уже пятый Пятый Кого пятый А Витя Выходи Я пока спою Все было так давно Что иногда Мне кажется Что не было и вовсе Песка на спекшихся Отлюбленных губах И прорастающих Сухое небо сосек Там с глаз моих Опала пелена И солнце Раз Зайдя В зрачках Осталось Но зной Отцовет И хладная Луна В душе моей Полуночь Качалась Но иногда Я вспоминаю вас И вечер в август И предзакатанный час И вы меня Томящие Не мешкать И древняя И дивная Игра И солнце Павшим На землю Режем А мы загадываем Нормально Вот Витя Макаров Мой сослуживый Армейский Вот как крепко Нас там Отпорадили Большое спасибо Александру В сфере Игра Вообще Витя Заканчивал Консерваторию Чуть А вот Интересная Штучка Мы тут Затронули Службу И Сапоги Кирзо Вот хочу Сказать Далекий 76-77 год Первая Моя была Профессия Когда Это Мебельщик Краснотеревщик Я учился В художественном пути На Тогда Кировский Проспект Ныне Александровский Лицей Который Потом Перевели Лицей Из Пушкина Вот Пушкинский Лицей Перевели сюда Поближе К царю Вот Ну Вопрос Вот в чем Дело в том Что Практику Мы проходили В Эрмитаже Краснотеревщик Сегодня Как-то Все Все И сапоги Тут Большое значение Нет Военные Особенно С подковками И тележки На которых катаются Так вот Мы реставрировали Вот эти Адамы шпильки Оставляют На лаге Паркета Там же мозаика Есть Не только на потолок Позолот Надо еще Любоваться паркетом Там шикарный паркет И вот И вот так Уделали И вот Нас заставляли Перебирать Вот это Заменять Мозаику Вот это Все На паркете Так как Практику Мы должны Все это Лакировали Вот теперь Я знаю Я тоже Белый Уже Кто Это Делал Ты сказал Про сапоги Да? Нет Ну давай Это Минус Теперь о Сапогах Плюс Вот Александр Сказал Что мы На парад Ходили Вместе Вот Вот Тут А сапог Плюс Большой Дело В том Что Военных В театре Филармонии Срочников Кто срочную службу Проходит Им билеты Не надо Они Бесплатно Проходят Только Надо Подойти К бабушке Которая Оторвает Билетики Разрешите Пройти И она Делает Жест Проходи Поэтому Ты до сих пор Варка Ну да Я понял Теперь я понял Почему Все гораздо проще Просто Надо где-то Работать Когда ты На пенсии Что Скоро На один Концерт Только не попал Оркестр BBC Послушали Балтиморский Оркестр Чикагский Оркестр На один Концерт Только не попали Но никто Не попал Это когда приезжал Владимир Горолин Что творилось В Большом Зале Филармонии Все кишило Перед площадью Билетов Не было Что люди Хотят Вот так же И мы Как дураки Пришли туда Я развернулся И сразу ушел Понял Что тут Ловить Даже с сапогами И вот Когда проходишь Про сапоги Мы на хорах были Всегда Места нет На хорах стоим И вот Надо было Отпустили Отойти Потому что Они так Гутаминные Все дамы Которые Духами Там Дамы Женщинка Всегда У нас В хоре Я пел Когда Женщинка Наш руководитель Говорил Она должна Нормальная Нормальная Она должна Собираться В театр Не меньше Двух часов Если у нас Девушки Студентки Собирались За полчаса Умудрялись Говорить Вы ненормально Давай на сапоги Почти Шраби Лучше всего Пойти в Петропавловскую Крепость Это мое Любимое место Выбрать Пасмурный день Когда по небе Ходят большие Плоские Как гранитные Ступени Волны Пройти пустой Пляж И встать Спиной К Турбецкому Бастиону Почти вровень Сневой Стоять И думать Великие мысли Как думал Стой на этом же Самом месте Царь Петр Когда задумал Ступайте Великие сны Куранты Великие сны Великие сны Великие сны Великие сны И в пене набегает табло, Как Пушкин медленно заваливается боком, Как снег под Пушкином. Бери, гадим. В общем, я хотел вам сказать такую штуку. Ой, не спеши, не спеши, я сейчас займу паузу. Это не проблема. Я знал, что люди будут выходить, но это надо будет время. Я тут, Григорий Беневич, сказал, анициаторный критик, что стихи Виктора, собственно, не обязательно их петь. Они хороши и так. И был прав. И есть, собственно, прав. Но я подумал о том, что стихи, они как вода. Имеют три состояния. Жидкое, твердое и газообразное. Так вот, когда стихи на бумаге, они как бы жидкие. Когда поэт их читает сам, они твердые. А когда их поют, они газообразные. Вот такая мысль. И я подумал о том, что неплохо бы сделать какую-то инсталляцию. Вот для литературного какой-то выставки, для какого-то музея. Какую-то инсталляцию, которая бы в себе сочетала вот эти три фактора. Жидкий, твердый, газообразный, на что уже не меньше стал. Говорит, я знаю только один аппарат, это самогонный. Там есть все в этом, собственно. Вот сразу же я подумал, да, действительно, вот что значит большой опыт. В Ленинграде красиво жить. В Ленинграде надо жить красиво и быть хорошим человеком. В Ленинграде невозможно быть плохим человеком. Поэтому так много в Ленинграде хороших людей. Поэтому везде и всюду любят ленинградцев. Когда ленинградец приезжает в жаркий город Ухару, смуглые люди в разноцветных тюбетейках ведут его в лучшую чайхану. Наливают в красивую, пяну, самый душистый и крепкий чай. Когда ленинградец приезжает в Казахстан, ему дают полное ведро кобыльевого молока. От лучшей кобылицы. И очень обижаются, если все до дна не выпьешь. Но ленинградцы всегда приют до дна. Потому что они уважают местные традиции. И если я изредка встречаю плохого ленинградца, то думаю, что он, наверное, надолго и уезжал из Ленинграда. Из Ленинграда лучше вообще не уезжать, а ходить по нему и любоваться. По эскалатору метро взлетали лица. По эскалатору метро взлетали лица. И было каждое, как голубица светло. И проносилось мимо, кратко, как будто запускал их снизу кто-то. Люблю метро за это. А еще за то, что там одну тональность обретает гамм, а в поездах перерастает в гул. И слов не разобрать. И только губ движения пытаешься понять. Все мы напоминаем там одну стремительно гудящую струну. Отчаянно она напряжена. И с низких У взлевается до А. И гасится шипящими дверей. И все. Дорога длится полчаса. Всплываем на поверхность, тонем в ней, разъединяя наши голоса. Я когда попытался озвучить текст, я, конечно, очень быстро вышел на музыку и манер Владимира Васильевича Высоцкого, мне показалось, что это очень близко к нему, но потом я его немножко подвытравил, чуть-чуть, ну то есть он уже такой, у меня получился неявный Высоцкий, но очень, конечно, близко, и я спросил у Виктора Гидаровича, я говорю, у Виктора Гидаровича, вы вообще ориентировались на Высоцкого, когда писали эти стихи? Он говорит, конечно, да, ну то есть я услышал то, что он хотел сказать. Юбилей. Мы целовались в лифте в тот же день, в микрорайон, вписавшись органично, а время поцелуя ограничено, количество метонных этажей пришло ко мне обыденно и просто. Любовь моя, кто знал, что это ты, знамение в двадцатом веке роскоши, как в ядерной войне глубокий тыл, словно золото по черни, по будним дням стихи. В дырявом сумраки ночей, слова мои тихи. А если станет мне не в мочь и не уютен мир, я выберу погуще ночь, тебе приду, прими. Я целый день свечой горел, он мне ожогом помнится. Ты мой побой, ты мой горем, подруга и любовница. Я любовь свою заживо забивал в себя. Победы и поражения исполняется год, мои первые, выискажая изображения. Ветер в лужах, апрельскую воду левит. Я целый день свечой горел, он мне ожогом помнится. Ты мой побой, ты мой горем, подруга и любовница. Память боль. И когда вспоминается счастье, вырезали бы память. Как вырезаю тапельник, вспоминаю любовь. И счастье кажется частностью, если частность колеса. В велосипеде память днями идет, как ступенями. Ветер в лужах, осень весеннюю воду левит. Зановностью прощают преступления. Я не прощу задавностью любви. Занавностью прощают преступления. Я не прощу задавностью любви. Ну, ладно, конечно, должна быть о принципе, а не весеннюю воду. Но главное, что я сезон не перепутал. Я очень не люблю просыпаться утром, потому что мне снятся интересные сны. Мне снится, что я летаю. Человеку снится, что он летает, когда он растет. Но вот уже семь лет назад я вырос до своих одного метра восьмидесяти сантиметров. И с тех пор не подрос ни на миллиметр. А мне снится, что я летаю. Значит, у меня растет душа. И я знаю, что она зеленая. Потому что мне снятся зеленые сны. Мне снится, что я сплю и вдруг посыпаюсь от того, что наступила весна. И зеленеет трава, и поют птицы. А я знаю, что этого быть не может. Что еще только начало февраля, и за окном холод и снег. Но, встав с постели, подхожу к окну и вижу, что наступила весна. Зеленеет трава, и поют птицы. Я вижу, как они поют. Как цветут цветы на ветвях. И ветви тяжелые от птиц, цветов и листьев. Я вижу, как они поют. Но не слышу их. Окна мои закрыты, заклеены, замазаны на зиму. А они поют разноцветными голосами. Закидывают головы вверх. Открывают клювы и поют. А я распахиваю окно. Птичьи пение оглушают меня. И глаза мои слепнут от зеленой травы и солнца. А я не верю всему этому. Я знаю, что еще начало февраля. Третье февраля. И этого быть не может. И тогда я встаю на подоконник. Делаю шаг с девятого этажа. Но не падают, а лечут. Снесет меня теплым ветром над зеленой землей. Свежо мне и хорошо. Спасибо большое. Барокко. День на день. День за днем. Из ночи в день. Из залы в заум. По разным сторонам разбрасывая тень. Порядка в солнце нет. Вертится, как попало. Душа моя еще порой жива. Еще порой я нахожу слова, Что миру вновь, А порою вновь гремит в душе горошиной любовь. Поддержься, милый. Или же заплачь. Или пустись по анфиладе. Вскачь на жеребца жеребова. Вскачив дни в дрободан. И трещины в ночи. Дни в дрободан. И лепка с потолка. И медленные сны. Как облака, меняя очертания, плывут. Я проскакал, но все еще живут. Немые отражения, очертания в зеркалах. Пытаясь проясниться на руках. Не потеряться среди их немод. Пока скачу судьбы, набравши в рот. Не позабыть, что все еще жива. И встречный в воздух вдавливать слова. День на день, день за днем. Из ночи в день. И с ночи в день. А у кого восьмой людях? О! Ну, сейчас я спою. Собственно, вам привык. Но вы все равно. Я вам буду петь. Это как раз первая песня, которую я написал на Виктора. И у меня, конечно, когда мне попал спорный сопротивление, я был поражен до глубины души, что никто из музыкантов, ну, известных мне, не написал ничего стоящего на эти стихи. Совершенно было потрясение. Но прошло уже сколько лет, а до сих пор никто ничего не написал. Ну, что-то происходит с миром, не знаю. Охлебался, гляди, В круг сиренит июль, Лето пыльные груди сочатся полынью. Не отталкивай их, Приложись и целуй, Пока цыкни с гримасой мерзавец, Ведь больно, больно, милая, славно И озит гроза По июльскому небу В разнос о каёму. И какая-то наша И лишь штатова звезда Проповозает по кругу, Прогорая по ходу жизнь, Подобно свирели. Живи и играй, Затыкая её дыры, Выдавая рулады. И какой-нибудь Скажет сверху, Глядя, нету в музыке ладу нету, Верно, свирель Прогорает в руках, Только вдруг соберёшься Постройней и послаще. А на её уже нет, Лишь ожог на лубах, И какой-то другой мою музыку свищет. Да-да-да-да-да-да, Да-да-да-да-да-да, Да-да-да-да-да-да-да-да. А-да-да-да-да-да-да. Егор Иванов. Спасибо большое. Мне очень понравилось Вот это сравнение Из Ленинграда в Петербург. Ну вот, я... Да, но так лучше, чем наоборот. Нет, а я-то вот сейчас чувствую, что я из Петербурга в Ленинградках приехал. Потому что вот прекрасный вот этот постер, Невский, это где-то 50-е, 60-е годы. Это Лида, вот, жена моя Лида. Мы жили недалеко, на Пушкинской улице, и вот часто я просто вспоминаю вот это время. Вот я и на Луне, корабль приземлился. В иллюминаторах такая красота, осуществилась моя извечная мечта. Тут я на всякий случай со всеми товарищами своими попрощался, надел скафандр и вышел. Ширали, сказал мне по системе космической радиосвязи мой друг и командир корабля Миша Чистяков. Ширали, ты с ума сошел, убавь подачу кислорода, ты опьянел. Ты зачем вышел? Песни петь, танго танцевать или собирать образцы лунных пород? Миша, ответил я ему, я вышел собирать образцы лунных пород. Но Миша здесь так легко танцуется. Я сам себя не чувствую, я легок. Легче той девочке из второго отряда, которая учила меня танцевать танго после вечерней линейки. Имени ее я не помню, но и сейчас танцую так, как она меня научила. Она положила правую руку мне на плечо, а левая опустила мою ладонь, но я стеснялся своей правой руки и не знал, куда ее деть. И она сказала, чтобы я ее взял правой рукой за Таллину. И мы затанцевали, как будто я умел танцевать всю жизнь. И мы танцевали весь вечер до отбоя. И я ни разу не наступил ни на ногу, был легок, как ни на земле. И острил, и она смеялась, но смеха ее не было видно в темноте. Я вот уж год без слова от тебя. Жив, как не жив. Жив больше понаслышке. Любимая, о чем во мне молчишь ты? О, золотая, в тусклом серебре медлительных октябрьских рассветов, заносчивых, пропащих, прошлых слов. Молчи же, молчи. Но пожалей поэта, он не мудрец. И разменять готов тебя в весеннее, живое серебро. Примчать, позвякивать веселое в кармане. Судьбу опять поставить на ребро и воборот пустить. И кто-нибудь обманет. О, мудрость неразумная моя! О, ранняя! Ты юности ромимей. Осеннее ты золото роняешь. Раскатываешься серебром звеня. Так, у нас там, соответственно, насколько я понимаю, девятый. Нет, восьмой сначала. Девятый. Девятый. Девятый, девятый. Да, сейчас я пою. Вы знаете, я хочу... Я тут что-то не забыл. Я уже сегодня, когда выходил из дома, я вспомнил, что мне говорил Виктор относительно успеха. Саша, чтобы был успех, ты должен петь двух авторов. Пушкина и меня. Вот, поэтому, чтобы закрепить успех, я спою Пушкина. Тем более мне так нравится начало, первая фраза. Мне вас не жаль. Мне вас не жаль, года весны моей, Протекшие в мечтах любви напрасной. Мне вас не жаль, о, таинства ночей, Воспетые цивницей сладострасной. Мне вас не жаль, о, таинства ночей, Воспетые цивницей сладострасной. Мне вас не жаль, неверные друзья, Венки, пирог и чаши круговые. Мне вас не жаль, изменницы младые, Задумчивый, забав чуждаю сиям. Мне вас не жаль, изменницы младые, Задумчивый, забав чуждаю сиям. Но где же вы, мимутые увеления, Молодых надежд, сердечной тишины, Где прежний жар и слезы вдохновения, Придите вновь года моей весны. Где прежний жар и слезы вдохновения, Придите вновь года моей весны. И на шарифу правду. Ну тогда, в такой случае, я прочту немножко Кушкина, Чтобы уж закрепить успех в полной мере, Потому что то, что я прочту, Относится ко всем настоящим, Вообще ко всем настоящим, К поэтам в особенности. Недорого ценю я громкие права, От коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги, Мне в сладкой участи оспоривать налоги, Или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать, Морочит Олухов, или чуткая цензура, В журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные, лучшие, мне дорогие права. Иная, лучшая, потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать. Себе лишь одному служить и угождать. Для власти, для ливреи, Ни гнуть, ни зам, ни помыслов, Ни совести, ни шеи. По прихоти своей, Вскитаться здесь и там, Дивясь божественной природы, Красотам и пред созданиями Искусства вдохновения, Трепеща радостно, В восторг и хумилениях. Вот счастье. Вот права. Она жила на девятом этаже. Каждое утро я поднимался к ней, Кратко звонила, Стремительно выходила она На лестничную площадку, Не прогретующую солнцем, Но высвечивая, как душа моя. Стремительно выходила и целовала меня Неумелая, тверда, Девушка с грудью крепкой, Не выспившей, как июльские яблоки, Как утреннее солнце. Смотри, говорила она, Выглядывая в окно, Эти точечные, глинастые дома Похожи на розово шеек фламинго. Не упади, отвечала я, Здесь высоко. Гулк хлопала дверь парадной, Приносили почту, Она смотрела на часы, Говорила опаздываю, Сбегала вниз, И шоколадым шагом Катился по этажам. Спасибо. Кафетерий на углу Владимирского И Невского. Кафетерий, Установиться, Смотреть и клавить со знакомым, Рада вас видеть, Я вас тоже очень. Вы загорели, Но грустны с лица. В Крыму вчера жара, А здесь дожди и осень, И сразу черная, Как будто началась с конца. Ну вам-то что? Вы славно загорели, Все солнце в вас, А слеп, Гляжу из-под руки, Лишь грудь бела, Соски как две свирели, Звонки и высоки, Ах, ширали! Так брать вам кофе? Можно. А ширали, Лишь птицы на губах. А какой вам Заказывать пирожное? Сегодня немного при деньгах. Кау-кау, Десятый номер. Зажал, И шепот ее шагок, Скатился по этажам, С тех пор обернулся год, Сквозь дней суету и гам. И все шепот ее шагок, Громочит по этажам. И ты ее упустил, Объятия свои разжал, И шепот ее шагок, Скатился по этажам. С тех пор обернулся год, Сквозь дней суету и гам. И все шепот ее шагок, Громочит по этажам. А у тебя там и должны не гореть лампочки? Запись включила? Записывай, да, почему-то лампочки не горят? Прошу. Женщин в моей жизни случалось больше, чем путешествий. И женщины, и путешествия не обходились без стихов. Думаю, что знакомство с человеком всегда интереснее, Чем знакомство с любой, даже самой экзотической стороной. Не побоюсь повторения банальности, Человек — это вселенная. Правда, положая руку на душу, Глубоко я не забирался В психологию своих многочисленных знакомиться. Я дунжуанствовал. Теперь, когда жизнь моя подходит к концу, А дунжуанство кончилось еще раньше, Я диктую это вступление своей четвертой жене, Которая, надеюсь, закроет мне глаза, И которой я написал, кроме многих стихов, И такие строчки. Твое дыхание, дыхание мое, Твое прервется, И мое прервется тоже, Жизнь благодатствует, Что так меняет тоже ж. Продли, Господь, двойное бытие. В сущности, читатель, В литературе остается только отношение между людьми, А чаще всего это отношение между мужчиной и женщиной. Спасибо огромное. Рождественский роман Доживем и закусим, И в ясли подсыплем овса, Високосная засуха скажется только весной, Карнавальный мой Боже, Не прячься за мордой осла, Все равно тебя, милый, Под горькую устрицей вскрою. Я о чем? Я о том, Олимпийских голубок насест, Афродита, Афина, Какая Афина? Алена! Осадили, Огрузили, Оседлали мой крест, И так долго и сладко гвоздят, И целуют, Так длинно. Ну вот, собственно, мы так вот, Не глядя, можно сказать, И подобрались к финальной песне. Конечно, Вот у нас здесь есть несколько красных книжек, Их незадорого можно приобрести. Это прекрасные книги-прозы Виктора. Вот отрывки именно из этой книги Вы здесь читали. И, на мой взгляд, Если вот говорить о книгах, Которые собраны именно вот Прозаические и поэтические, Это одна из, по-моему, вообще лучших вот шедевров. Вот именно такого вот Миксового жанра, Где из стихов выливаются стихи, Из прозы, То есть, где из прозы выливаются стихи, И наоборот. И надо сказать, что книжка достаточно смелая. Насколько я понимаю, Виктор со многими переругался, Когда была опубликована, Потому что она правдивая. А вы знаете, многие не любят того, Что действительно в жизни происходило. А он писал достаточно честно. И, конечно, вот это время андеграунда, Оно для меня открылось, Благодаря вот именно его прозе. А относительно песни, Которые я сейчас вам спою. Я нашел стихотворение Коротенькое Виктора, Очень известные, Мы не называем любимых имена, Прикрепил, значит, Отточиться от Отечества Еще одно стихотворение. Но мне опять не хватало, Я пришел к Виктору Гидаровичу, Я говорю, Гидарович, Я написал роман, Суми не хватает третьего куплета. Он говорит, спой первые два. Я спел, он говорит, записывай. Другой канал есть. Не называй любимых имена, Была и есть любимая одна, А имена ей разные дают. Ну, здравствуй, как теперь тебя зовут? От Отчества и от Отечеств, От таинств неба и ядра, Отказываюсь, то и спрячусь В тебя из моего ребра. Не умаляя дней своих, Я ночью понимаю стих, Ночей своих не умаляй, Я под ладонями плетих. Не называй любимых имена, Была и есть любимая одна, А имена ей разные дают. Ну, здравствуй, как теперь тебя зовут? Друзья мои, разрешите буквально несколько слов сказать. Во-первых, очень благодарен Иван Янович вам и, конечно, идейному вдохновителю нашего сегодняшнего вечера. Я вообще влюблен просто в творчество, конечно, Александра Джигита. И вот разрешите им и от Московского Женезаружного вокзала, и от себя просто поднести эту грамоту в какой-то степени из Ленинграда, 1984 год. Александр, искусство, коленитет народу. Спасибо. Я буду его хранить и ценить Может, скидку какую-то на билет куда-нибудь получу. Спасибо вам огромное. У нас как раз народу на вагон где-то, да? И это отлично и замечательно. Этот вагон был хорош. В нем было приятно находиться. И если бы он двигался реально, мы бы куда-то доехали. Но я надеюсь, что мы и так доехали. Потому что все-таки я очень вам рекомендую. Читайте Ширалью. Пожалуйста. Спасибо. У нас есть несколько книг. Вот, есть парочку черных книг, есть красные книги. И у нас есть то, что мы хотим вам подарить. Вот такие буклетики, которые мы сделали тоже 10 лет назад. Это у нас подарок. Они «День радости» со стихами Виктора. Вот. А я сейчас возьму поднос. Когда я сказал, моим друзьям, что я буду приедать на московском вокзале, они сказали, что это тупик карьеры, конечно. Ну вот, собственно. У каждого. Вот там. Есть еще Ладык, Митинский. Да. У нас все еще впереди. Спасибо вам огромное. Спасибо. Браво. Спасибо. Спасибо.